Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в городе-курорте Анапа, Пионерский проспект Джимотэ. Сзади меня находится Петроградский форт. Здесь у нас восстановленный детский лагерь. Мы прогуляемся сейчас, получается, практически от гостевого проезда. Пройдем до первого и выйдем с вами на море. Давно меня просили, говорит, Юра, покажи. Я говорю, ну хорошо, сделай. Сегодня мы выбрались. Вместо того, чтобы ехать катать на кайте, я думаю, да, я выполнил пожелания своих любимых подписчиков. Вы самые близкие моему сердцу люди, потому что меня поддерживаете, пишите комментарии, ставите лайки, а также делитесь с этими видео в соцсетях своих. Спасибо большое! Ну и благодарю всех, кто поддерживает донатом, ребят, от души. Спасибо! Благодаря вам мы можем передвигаться, заправлять машинку для съемки видеосюжетов. Это тоже очень важно. Искренне от души вас благодаря. По количеству людей становится меньше, ведь и свободные парковочные места появляются. Я тоже себе нашел упаковку без проблем, что меня несказанно удивило. Здесь мы видим, что происходят как раз-таки работы по восстановлению, так сказать, улучшению комплекса. Те конструкции, которые можно было сохранять, те, которые нельзя было посносили. И все, здесь будет концертный комплекс. Также обещают, что здесь большой крытый бассейн сделают, в котором вы сможете своих детей приезжать и купать. Вот такое будущее ждет этот лагерь. На канале есть обзор на юбилейный. Мы снимали с вами, когда он только открывался. Сейчас там отдыхают порядка 500 детей. Приехали дети с Ямао. Я просто общаюсь с руководителями данного предприятия. И они немножечко рассказывают. Мне кажется, что всем все нравится, все довольны. Все очень классно. Ну, конечно, такая территория бы не нравилась. А вот то, что я вам показывал в комплексе, это все потом будет обратно восстановленный детский оздоровительный лагерь юбилейный. Дай бог, чтобы так и было, дорогие мои друзья. Но мы приближаемся к частному сектору Джимате. Заканчивается вот этот сосновый бор, посаженный здесь у нас. И начинается Джимате. Здесь, друзья, с левой стороны находится самолетик Гулаева. И туда находится пансионат Гулаева. Буквально недавно мне писали подписчики, говорит Юра, что там с ним, с этим пансионатом. Говорят, закрывали его. Честно, давно туда не ходил, знаю, что туда сделали дорогу. Никаких изменений не слышал. Ребят, если вы здесь отдыхали, напишите, потому что возможности ходить туда нет. Это у нас Плевин. По-моему, если я ошибаюсь, виноград начинает поспевать. И его можно уже есть, но не достать. Сильно высоко. Ну, думаю, что очень вкусно. Я вчера ел светкий виноград. Восхитительно. Первый наш местный вкусный, классный. Дальше под Джимате здесь у нас прогулочная зона. Дорога, тротуар. Все заставлено машинами. Говорит о том, что здесь еще заселение плотное. С левой стороны есть небольшой развлекательный комплекс и такая более широкая аллея, на которой нет мусора, но хотя бы посадили уже цветы и деревья. Тоже плюс потихонечку дойдем до скамеечек, до мусорочек. Это будет сквер Джимате. Вот там дэнс-площадка, тир. И с той стороны магнит-косметик, магнит, фанагория, пятерочка, сетевые магазины. Здесь разные товары. Сувениры. Такого котика дочка себе приобрела. Также есть рапаны и фрукты, овощи продают мужчины. Красота, солнце светит, жара. Сегодня обещают до плюс 37, и всю неделю будет эта адскажра. Я рад, что дует ветер, потому что он дает нам немножко свободы. 33,5 показывает здесь и сейчас. Время на часах у нас у 9.47.16 августа 2023 год. Надеюсь, что я сегодня смонтирую и выпущу этот видеосюжет. Подходим где-то рядышком столовая. По аромату еды мы ее узнаем. Вы можете увидеть это место. Здесь мужички жарят шашлычки. Их мы узнаем. Знакомые, как говорится, плавали. Но пока еще ничего не работает, только подготовка идет. Безутим шею здесь по 90 рублей. Мякоть тоже 90. Также готовят шаурма, наши дорогие друзья. С левой стороны пешеходный переход. Здесь сейчас огромное количество людей побежит непосредственно к морю. Туда дальше находится большое количество заведений, в которых люди танцуют, бухают и наслаждаются, как говорится, всем тем, что там происходит. Мы были в баре Лабра. Давайте запомним эти лица, спешащие на море, которых можно потом попередавать привет. Может быть, кто-то себя узнает в настроении, отдыхом. И все у них будет очень-очень-очень классно. Очень часто потом пишут, люди говорят, смотрели видео по джимоте и бац, увидели себя. Такое бывает. Это хорошо. С другой стороны, видимо, напитки продают, мохито продают, мороженое там торгуют. Кафе Лабра делали обзор на него. Дальше Клим находится. И еще несколько усилительных заведений. Там бывший гульвер, нынешняя Хинкальная. Это грузинская кухня. Редочком с ней работает американец, который делает вкусные коктейли. Брат, привет, тебя. Хорошая работа. Ну и идем. Ми от джимоте. Смотрим по сторонам, как здесь хорошо уже. Мне даже интересно, в этой точке Ми когда-нибудь увидим? Мужчину, увидим. Отлично, пойдемте. Там какое-то задымление. Шашлыки, что ли, решили пожарить? Гарик, добрый. Добрый. Наконец-то. Здравствуйте. Ты существуешь, да? Да. Ура, ура. Приветствую вас. Он готовился целый год для того, чтобы вам рассказать о том, по чем у него овощи. Я вообще ждал вас, дорогие подписчики. Приезжайте. Все, ждем вас. Сейчас скажем цена. Персик, абрикос. Давай, поехали. Вот оттуда. Помидорчики 130, огурец 100 рублей, мандарин 250, виноград 200 рублей, персик 150, 180. А плющины? 200 рублей. Нектарин? Нектарин есть 150 и 200 рублей. Чучхель 50 рублей, слива 100 рублей, 170. Черри, помидор 200 рублей. Вот такой виноград почем? Вот такой виноград 200, вот этот 250. Вот это вкусно. 300 рублей. Вот такая слива? Слива 170, армянский слива это. Следующий? Следующий, что это? Нектарин 150. Яблоки? Яблоки 100 рублей. Арбузы? Арбузы желтые 70 килограмм, обычные 45. Клубника? Клубника 300 рублей на точек. Ежевика? Ежевика тоже 300 рублей на точек. Сейчас скоро заканчивается, последний, как говорится, это. Шанс успеть. Дыня? Дыня 80 рублей. Отлично. У тебя хорошая работа, рад был увидеть. Да, я тоже рад, приезжайте. Любим вас, ждем вас. Отдушу, давай. Все, привет всем. Все настроение подняли, теперь можно двигаться дальше в сторону моря. Посмотреть, что здесь еще продается и вообще, как живет первый проезд. Хочу отметить то, что все чистенько. Единственное, как всегда, здесь можно грустить по поводу отсутствия лавочек и мусорок, но люди убирают и наводят порядок. Это большой плюс, когда ты приходишь, чистота, красота, солнечные, надеюсь, улыбки наших отдыхающих. И, как говорится, что нам еще для удовольствия надо. Больше ничего. Здравствуйте. Ведь когда с тобой здороваются, тебе улыбаются, это просто великолепно. Коктейли. Что-то девушку не видно. Наверное, уже насобирала себе на те самые женские железы и уехала во Францию. Здесь вкусняшки с утра начинают выставлять. Мужички продают шашлычки. Пицца за 399 предлагают, не знаю, конечно, какая. Если где-то что-то ели, пробовали, друзья, обязательно пишите нам в комментариях. Нам же очень важно знать, как говорится, есть ли возможность или нет возможности вкусняшками побаловаться где-то в джимоте. Потому что я все попробовать не могу. Я сейчас на жесткой диете скидываю вес под зиму. Потому что надо катать на кайте. В море. И хочется быть полегче. А чем легче, тем выше будем летать. Ну, видео с моря вы будете смотреть, я вам обещаю. Эта улица у нас называется Песчаная. С левой стороны гостевой дом Ева. Есть на обзоре с правой стороны у нас тоже несколько гостиниц, которые мы снимали и вам показывали. Здравствуйте, хорошего отдыха. Очень приятно, какие красавицы нас смотрят. Спасибо. Б52. Здесь столовая, разливуха. Можно прийти покушать. С правой стороны рыбку продают разную, вкусную, надеюсь. Если ели, пишите еще раз и можете увидеть, что пользуются популярностью столового. Люди приходят, кушают, все хорошо. Пошли дальше. Здесь еще жуточная пока еще не открылась. Да, рано еще. Говорится, в более жаркую погоду здесь народу будет гораздо больше. 31,6 в тени показывают здесь. То есть не сильно жарко. По сравнению даже с прогнозом, я надеюсь, что к обеду меня уже на улице не будет. Я буду где-нибудь в море, либо в Лимане кататься под парусом. Здесь можно увидеть тоже фрукты, овощи продаются. У нас впереди будет еще одна обзорная точка. У меня с ребятами не дружу. Давно уже много лет, когда снимаю. Здесь хожу, показываю. Как она происходит? Жарпица с пиццерией находится с правой стороны. Здесь рыбка, креветки, вкусняшки. Разные, друзья, кафе Ромео. Соки продают, выпечка узбекская. Здесь ее очень хвалят. Советую пробовать, потому что тоже здесь, ну, года 4 назад я ел. Тут находится столовая на базу обыкоздоровья. Она одна из популярных. Я думаю, что здесь можно как бы зайти и глянуть ценники. Можно увидеть, что есть узбекская кухня. Цены на пиццу поразглядеть. И посмотреть, чем тут предлагают насладиться девочки-майочки. Есть кофе, выбор чаек. Кто-то берет булочки. Купечка, я так думаю, что у ребят своя. И смотрим на цены. Цены крупные. Разглядеть все возможное, друзья. Картопинный пюре напишем 70 рублей стоимостью. Есть в горшочках еда приготовления. Ух, как зажаренные ножки. Прямо как из KFC. Красота. Вот люди набирают себе вкусные блюда. Смотрим по ценам. Котлеты куриные поделим. Котлеты куриные поделим. Котлеты куриные поделим. Борщ за 80 предлагаю. И смотрим здесь красоту. Отличный аромат. Вот даже бульверы красивые с черной белочкой. Пицца и салатики разные, друзья мои. Можно именно сладиться. Ну и по ценам. Девочки очень культурно общаются. С выражением тоже. Приятно слушать, да, когда хочется покушать. И сама базоводка здоровья выглядит именно вот так. Здесь открылся магазин специй и сладости. Чаечки предлагают ребята. Мы дошли тем временем уже до улицы Виноградной. Надеюсь, что променад вам все больше нравится. Настроение все больше поднимается. Красота. Джимутэ, конечно, расширить бы. Было бы еще больше здесь профита. Ну, как говорится уже, что есть, тем и наслаждаемся. Виноградная улица, заставленная машинками, как видите. То есть людей здесь очень-очень много. С правой стороны столовой находится, которую я могу посоветовать. Очень вежливый персонал, в который можно приходить, поесть. И будет вам вкусно и приятное общение с теми девочками, которые там работают. Они как феи, всегда вам рада. Ничего себе, мужиков ценник появился. Слушай, растете, скоро все цены поставите. Рассказывать мне придется. Люди говорят, говорят, две ценники. Я говорю, ну уже потихоньку. Начали, начали. Непривычно это. Ты нам расскажешь, что почему у тебя? Конечно, расскажу. Давай. Огурчики. Давай, подойдем. Давай. 100 рублей апельсин, помидоры 120. Картошка 50. Перцы все вот эти вот по 100. Баклажаны 80, 75, 60, 60. Я вам и сливы 170. Лимоны по 30 рублей. Слива 80. Мандари мимпосты 250. Абрикатин 160. Виногад 20. Мандари мимпосты 200 рублей. Мандари мимпосты 200 рублей. Перцы, посмотрите, идут. По 160, по 120. Не ходи 180. Грушин 200 рублей. Им же 280, эти по 50. Ягоды все по 100. Чиришки 280, арбуз 45. В виде 75. Чиришки 280. Чиришки 80, 180. Слушай, я тебе желаю, чтобы у тебя в этом году прям получилось на майку заработать все-таки. Да, да. В этом году чтоб гостиницу будет построить. Все. Маленькие проблемы. Приезжайте люди. Маленькие проблемы с гостиницу надо достроить. Ребята, давайте, давайте. Поптимней, поптимней. Ты понимаешь, сколько у тебя конкурентов тех появится в следующем году? Здравствуйте. То есть ты наторговал на что, да? На маленькую гостиницу. Да, нормальную гостиницу. Вот так вот, ребята. Приезжайте почаще, у нас все будет хорошо. Здесь и так же у ребят присутствует рыбка, разливные напитки. Ценники можете посмотреть. Красота и вкуснота. Ну, что я могу сказать? Можно быть, мы их видим в последний год. Как они здесь работают. В следующем году откроют свою гостиницу. Все будет у них хорошо. Дай бог, как говорится. Главное идти планомерно к мечте. Фея один с правой стороны. Здесь у нас также присутствует, наверное, одна из популярных в плане у моих подписчиков Астон отель. База отдыха отель. Первый проезд четыре. Потому что очень многие здесь отдыхают, пишут отзывы. Всем все нравится. У меня хозяева не знакомы, поэтому я просто рассказываю от слов своих подписчиков. Уже очень много лет хвалят ее. Те, кто может там отдыхать или отдыхали, пишите, обязательно ваши отзывы. Нам будет интересно, что для вас означает это место. Доходим до тупика юбилейного с правой стороны. Сейчас здесь сухо, все классно и прекрасно. Это не может не радовать. У нас дождей. По прогнозам только в конце сентября стоит сейчас новая столовая с правой стороны. Ну, туда, как я озвучил, уже проход. Вот, к морю здесь что-то происходит интересное, непонятное, если честно. Еще одна столовая. Разливные разные напитки. Кубанская кухня, здесь столовая полянка. Здесь новая столовая находится. Юлий, добрый день. Добрый день. Можешь как-то, да? Здравствуйте. Здравствуйте. Мы просто подписчики, поджижники. Здравствуйте. Давайте, как зовут? Максима. Оксана и Лиза. Лиза. Откуда вы? С Подмосковью. Мы тише. Мы тише. Как вам у нас отдыхаются? Шикарно. Сколько еще дней? Еще три дня осталось, да. Все уедут. Я чувствую, тут один останусь. Все как всегда. Вы нас бросаете. Почему? Ну, мы с удовольствием остались. Очень шикарный отдых. Но, к сожалению... Конечно, много, но сегодня я купался не было. Не было, да? Наконец-то. Передаем приветы. Привет. Доченьки. Доченьки старше, который остался песиками дома. Родителям всем передаем, родственникам. У нас все хорошо. Вот уже загорели. Каш-то. Коричневые уже. Так что все. Сейчас идем на море. Осталось чуть-чуть. Увидимся, да. Слушайте, я не спросил. Сколько в сутки платили за трейд? 3800. Вы этим довольны? Очень. Ну, там бассейн, как бы, в дворе. А как название? Адельфос. То есть все понравилось? Да. А адрес какой у него? Первый дом 10А. Все. Советуем его. Ребятам все этого ясного. Легкой дороги домой. Спасибо вам его огромное. Тюня. Спасибо. За ваше видео. Спасибо. Спасибо. Благодарю. Вот такие позитивные подписчики встречаются мне. Это невероятно классно. Мы продолжаем наше движение. Новая столовая с левой стороны находится. Тоже хорошая отзыва. Ну, в принципе, про все. Столовая хорошая отзыва. Кто-то приезжает, говорит, не могу найти себе по вкусовым ощущениям. А кто-то приезжает и говорит, вообще везде все нравится. В этом году новая столовая мама Мия открылась с левой стороны. Я уже ее показывал. Здесь по центру пиццерии. Очень много посадочных мест. Довольно-таки приятный ценник я смотрел. В правой стороне столовая бар. То есть крутая тень, друзья мои. Ух, это наши люди. Поднимите руки, если вы слышите эти звуки. Тут можно выбирать купальники, потому что девчонки демонстрируют даже после выхода с пляжа. Это хорошо. Можно не ходить в примерочные, а прям здесь и смотреть. Ну и мы продолжаем нашу прогулочку. Здесь предлагают прокатиться на корабликах наших разных и прекрасных, которые есть в Анапе. Взять в аренду водочки. С правой стороны магазин. Зона отдыха, кстати. Украсили все. Посредине стоят мусорки и небольшая торговля здесь протекает. Люди, так сказать, щадковалка двигаются с пляжа и на пляж. Кстати, на пляж идет народу гораздо больше. Это нас не может не радовать, потому что люди привыкли отдыхать именно в таких условиях, в которых им хорошо и великолепно. в туалет. У нас стоимость 30 рублей, 50 рублей дождь. Я хотела передать Артуру. Спасибо. Давай. Мы заезжали в Витязево. Артур нам посоветовал, что шучет вообще обалденный. Артур знает. Еще дав подарок нам в соус, рассказали твои подписчики. Вообще отношения было круто. Я же говорю. Самый душевный человек. Спасибо ему. Да, огромное. Так что хотел вот еще сказать. Спасибо большое. Напитки на пляже прям по стоимости. Вот в таком формате. Я думаю, что вкусные и классные. И очень нравятся вот эти вазоны в этом году. Это новшество. То есть озеленили пляжи. Сделали более привлекательными и красивыми. Лежать без... Здравствуйте. Без матраса 300 рублей можно. Если с матрасом, то 500 рублей. Под теневым навесом на отдых. Ох, смотрите, какие аппараты для массажа. Используют. Ну, прям круто. Очень-очень все-таки радую здесь озеленению. Здравствуйте. Суперблогер. Я вас смотрю на канал. Приятно. Как вас зовут? Меня зовут Андрей. Андрей, приветствую. Откуда? В Пермский край. Так, записывается. А как вам отдыхается? Вообще отлично. Это вам, как говорится, легкой дороги домой. И самое главное, чтобы даже, как говорится, море, конечно, это что? Вам снимать классные виды. Спасибо. А что в море, понравилось, не понравилось, вы не договорились? Да, все. Все, медузы вас кусали? Нет. Что, медуза терапия не пошла? Ну, что такое? Почему? Сегодня с дельфинчиками встретился. Ой, вообще шикарно. А где отдыхали? Да, здесь Суко. Везде. Ну, а место жительства спали где вот так? У меня здесь. Все, все, все. На виноградном. Все рядышком, от душе. 5 минут. Рад встретить вам. Спасибо, что смотрите от души. Спасибо. Сделали очень классное озеленение перед выходом на пляжи. Установили бесплатные качели. Есть переодевалки, причем в достаточных, говорят, количествах. И люди приходят, расходятся в разные стороны. Пройти на пляж здесь довольно-таки тяжело. Даже качели свободны, можно прийти покачаться. Кто-то уже накатался, потому что вот мы пришли и упираемся просто в людей. Я много раз показывал, что у нас здесь прям засели отдыхающих из-за того, что у Зинки-Береки очень большая популярность у Джиматэ. С мусором, повторяю, здесь все в порядке. То есть их хватает в большом количестве. Все-таки, прошу мужчин, давайте как-нибудь без трингов, но все-таки мужики. Хочется нормального в этом мире всего. Хотите, ну, здесь к пляжу убираете там, да во всем отдыхаете. О, какая красота. Море чистое. Классно. Температура на море 36,8. Потому что под солнышком находимся, и людей в воде прям невероятное количество. Но в таком море, как говорится, почему бы и не находиться в таких количествах. То есть первый проезд кипит. Людей здесь очень много. Это не может не радовать. Поэтому обязательно ждем вас. Приезжайте к нам на отдых. Вода на контрасте прям леденючая. Но я вам советую, просто пришли потихонечку, отдыхаете, релаксируете, привыкаете к морюшку. Ну и к такому количеству людей. Давно я не был в больших нагруженных, видно, очень сильно нагруженных пляжах. И вот сейчас для меня это вау эффект. Можно сказать, я соскучился по вам людям. Спасибо, что вы все к нам приехали. Ну а тем, кто хочет посвободнее, ребят, просто проходите влево-вправо. Сегодня показывал в телеграм-канале, на который вас советую подписаться. То, что буквально 5 метров и море уже имеет свободные берега от людей. Люди все выходят на центральных проходах, упираются в воду и дальше никуда идти не хотят. Ложатся друг к другу. Тут каждому, как говорится, свой отдых, поэтому настаивать не буду. Температура воды здесь сейчас показывает 23,8. Холодная она кажется просто потому, что очень сильные контрасты. Так, здравствуйте. Здравствуйте. Как зовут вас? Наталья из Рыбинска. Очень приятно, Наталья. Как вам здесь у нас отдыхать? Ну хорошо, каждый год сюда ездим. Это вообще великолепные слова. В принципе, вы собираетесь еще в следующем году приезжать? То есть все, в этом году не разочаровались, вам все понравилось. А это самое главное. Где отдыхали? Мы в Климе. Ну как вам гостевой дом Клима? У меня на него был обзор. Ну да, был обзор. Когда мы позапрошлом году отдыхали, было классно. В этом году не очень. Что не нравится? Мне понравилось, что бассейн стал меньше времени упаться. Раньше было до 11 вечера, сейчас только до 8. И, ну, правила немножко это не лишило. Все, вот, чисто правила, новые не нравятся. Бассейн грязный, грязноватый стал. Ну, так-то мы любим его, этот Клим. Будем надеяться, охозяева. То есть в этом году я знаю, что там работают арендаторы. И... Очень дядька строй. Ну, хотелось бы, чтобы они услышали отзыв и, как говорится, изменили какие-то права. Должна на клиента направлена все-таки быть. В 2 вечера ходим с внучкой к американцу. Угу. Покупаем кофе и коктейли у него. Как ему? Передавали привет через него тебе. Спасибо. Он обещал передать. Я к нему не заходил, он просто позже приезжает. Он сказал, я передам, он должен быть завтра или послезавтра у меня, говорит. Забегу. Кофе, капучино я беру, а внучка берет коктейли всякие. Отлично. Привет кому-то хотите передать? Да, в Рыбинск всем родным, сыну, маме. От души. Вам хорошего отдыха. Спасибо, что вы смотрели. Наконец-то вас встретили. Спасибо. Так, вы тоже что-то хотите искать? Это мой муж. Ага. Все. Тогда отлично отдыха. До свидания. Наконец, не обонужно приедет. Я обещал. Меня давно просили. Вот я на джемотель. Вот он обещал. Спасибо, ребят. Всего хорошего. Ну что, дорогие мои, мы с вами ощутили все прелести нашего великолепного моря. Джима Тен. Такого количества людей встретились с подписчиками. Спасибо всем, кто узнает, подходит, общается. Жалко, что не все хотят передавать приветы на камеру. Не стесняйтесь, ребята. Ведь это память-то долгие года, которая останется во всех соцсетях. Подписывайтесь в ВКонтакте. Юрий Азаровский, так же. Яндекс.Зен, кстати, там, он начинает пытаться приносить денег. Буду рад вашей подписке и поддержке. Скорее всего, надо будет, наверное, уходить на Яндекс.Зен. В Ютубе не оставаться. А с вами был Юрий Азаровский. Вам всем привет, Черноморский. Жду вас, друзья, в следующих видео. Всем пока-пока и море для вас по традиции. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...